Кто сажает сад, тот сажает счастье. Это жизненный принцип жителя Уральска Ермека Уралова. Свой двор он превратил в маленький сад, которым теперь наслаждаются не только его семья, но и окружающие. Жители Зачиганска называют его Ермек-Ага и обращаются за советом. Наши корреспонденты побеседовали с садовником. Внешний вид этого двора примечателен и привлекает внимание окружающих. Как только вы выходите на его территорию, возникает ощущение другого мира. Первые абрикосовые деревья Ермек-Ага высадил в 2012 году, когда переехал в город из села Клубажин Галинского района. За 8 лет неустанной работы он превратил свой двор в красивый сад. Сегодня здесь растет более 40 абрикосовых, яблоневых, грушевых, вишневых и персиковых деревьев. Не знаю, может и правда, у меня рука легкая, поэтому все растет. На самом деле, почва здесь довольно жесткая. Если не поливать каждый день, превращается в камень. После того, как сын поставил забор, а из-за ним посадил 17 абрикосов, получилось здорово. Дети счастливы, соседи все счастливы. Ермек-Ага учитель по предмету начальной военной подготовки. Стаж работы в школе 40 лет, но жители Зачиганска знают его как садовода. Урожай всегда хороший, им щедро делится. Ермек-Ага любит, когда к нему приходят дети. Просит только об аккуратности, чтобы не ломали деревья, а чтобы все могли угоститься, посажены деревья и вне двора. Четыре года назад он решил посадить персики. Все говорили, что у нас они не растут. Но в прошлом году были получены первые три ведра урожая. В этом году дерево снова зацвело. У каждого фруктового дерева есть свой так называемый пояс охотника. Я оборачиваю ствол тканью, синтепоном и смазываю солидолом. Так дереву не вредят муравьи и другие насекомые. Жалко, не приходится опрыскивать от вредителей сад. Ведь там, где есть они, хорошего сада не будет. Каждый год саженцы плодовых деревьев раздают соседям. Сейчас число людей, обращающихся к садоводу, стало больше. Всем тонкостям Ермека обучила своих детей и внуков. Теперь и они возводят свой сад и помогают своему наставнику. Но своим главным помощником он называет свою супругу, Батиму. На нашем столе всегда есть фрукты. Растили, ухаживали, угощаем своих детей. Но, как раньше, я уже не закрываю банки. Теперь у меня есть невестка. В семье сложилась традиция. В честь рождения каждого внука высаживать новое дерево. А сегодня есть возможность наслаждаться в тени этого сада. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Олтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.